Всем привет! В этом ролике я вам расскажу, как вы можете сокрушить своего соперника, который играет против вас в сицилианскую защиту. И речь в этом ролике пойдет о таком агрессивном оружии со стороны белых, которое у нас название Гамбит Мора. С вами международный мастер Шамиль Расланов и мы начинаем. И он начинается ходами Е4, С5 сицилианской защиты со стороны черных. И мы его встречаем ходом пешкой на Д4, морально атакуем пешку на С5, идейно хотим продвинуться прямо, поэтому черный чаще всего уничтожает вашу пешку. И здесь вместо взятия в ответ на поле Д4 мы делаем ход С3. Мы предлагаем сопернику Гамбит Мора. Давайте сразу обозначу, о чем будет идти речь в этом видео. В этом ролике я буду разбирать только принятую версию Гамбита Мора. Отказанные версии в виде хода Д3, Е5 или Д5 и конь Ф6 будут разобраны в отдельном видео, так как возникающие позиции в ответ на эти ходы несколько отличаются. И я не хочу, чтобы у нас была каша в голове. Итак, после взятия на С3 мы забираем конем. Давайте обсудим, что белый получает взамен пожертвованной пешке. Сразу бросается в глаза то, что мы развили уже коня на С3, у черных пока еще ничего не развито. У нас есть центральная пешка Е4, которая всегда может двигаться вперед и атаковать развившегося коня на поле Ф6. У нас открытые диагонали для слонов. Ферзь также подвижен, подвязывая где-то пешку на Д6 и может подключиться в атаку, что по диагонали Д1-А5, что по диагонали Д1-А4. Куда развиваются наши фигуры в Гамбите Мора? Чаще всего мы с вами играем конем на Ф3, слоном на С4, будем продавливать пешку Ф7. Отсюда мы с вами сможем еще раз нажимать на эту пешку путем конем на Е5, конем на Ж5. Иногда нам в этом будет помогать ферзь. Будет он уходить на Б3 или же на Д5. Затем, как только мы разовьем фигуры, если соперник будет делать все идеальным образом, мы рокируемся в короткую сторону. Ферзя будем ставить на Е2, а ладюс Ф1 на Д1. Видеоролик построен по следующему плану. Сейчас мы с вами разберем пример неудачной игры со стороны соперника, где я смогу продемонстрировать основные атакующие и активные возможности со стороны белых. Далее мы будем разбирать самые популярные на любительском уровне варианты. В конце данного ролика будет дан краткий обзор некоторым профессиональным линиям, которые встречаются на клубном уровне и на турнирном уровне. И начнем с примера плохой и неудачной игры со стороны черных. И в этой позиции черные сыграли пешкой на А6. Да, мы видим, что они хотят Б5, и как будто бы намекает на то, что нам не стоит сюда ставить своего слона, но нам все-таки стоит поставить сюда этого слона. И в ответ на ходе Б5, как видите, ослабляется диагональ Д5, А8. У вас здесь на выбор два варианта. Либо жертвовать слона шахом, после чего вы ставите вилку, или в обратном порядке. Вы можете сразу сыграть ферзем на Д5, и после БЦ ферзь БТ8. Компьютер оценивает эти два продолжения примерно равные по силе. Тут уже черные будут играть чуть более правильно. Они сыграли пешкой на Д6. Это делается для того, чтобы контролировать поле Е5, и была возможность развития коня с поля Ж8 на Ф6. Белые развивают слона на С4. Черные сыграли конем на Ф6, и кажется, что все в порядке. Следующий ход, возможно, черный будет делать Е6, слоном Е7 рокироваться. Или может быть Ж6, слон Ж7 и короткой рокировкой, и игра с лишней пешкой. Но следует ход Е5. Черные пока не поняли, забрали эту пешку. И, как видите, ферзь начинает видеть черного ферзя, король его защищает, и симпатичная комбинация. Жертва слона с целью отвлечь короля. И мы выигрываем ферзя таким вот способом. Вернемся немножечко назад. После Е5 действительно черным лучше эту пешку не забирать, а отпрыгивать конем на Ж4. Слон коня поддерживает, поэтому мы пока что не можем забирать этого коня. И тут нам понадобится следующий ресурс. Это ход пешкой на Е6. Потрясающая идея перекрытия. Брать пешкой не рекомендуется ввиду потери коня. На взятие слоном, соответственно, последует сначала предварительный размен этих фигур с выигрышем коня снова. Поэтому на ход Е6 черный отпрыгивает конем в центр на поле Е5, атакует слона и защищает пешку Ф7. Что мы делаем дальше? Забираем эту пешку шахом. Конь забирает. И здесь можно, в принципе, лишить черных права сделать рокировку. Взять им слоном этого коня на Ф7. В то же время можно просто продолжить развитие своих фигур. И за ход до рокировки со стороны черных полезно поставить ферзя на Б3. Эту идею мы с вами тоже озвучивали. Дело в том, что конь на Ф7 под ударом. И если черный рокируется, якобы подключает ладюк к защите коня, то предварительный размен с последующим давлением на связанную фигуру белую получает лишнее качество при любом ходе черных. И еще один дополнительный пример на тему плохой игры со стороны черных. Они снова сыграли Д6. И здесь я действительно считаю, что правильный и точный порядок ходов это развить слона на С4. Но партии белые сыграли конем на Ф3. И это чисто теоретически дает черным возможность развить белопольного слона. Но они этой возможностью не воспользовались. Развели коня на Ф6. Мы ставим слона на С4. И черные решили сыграть слишком амбициозно. Развели слона на Ж4. И последовала, я бы сказал, тактика-невидимка. Мы жертвуем слона на Ф7. И теперь ставим шаг конем на Е5. Удивительно, но черная пешка с Д6 не может забирать нашего коня ввиду потери Ферзяна на Д8. Поэтому черным придется королем отступить. И после взятия, 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 белые отыграли пожертвованным материалом. Две легкие фигуры против двух. Пешку тоже отыграли. Черный играет без права на рокировку. Следующий пример покажет нам, почему черным не рекомендуется ходить Е5 слишком рано. Да, этим ходом черный блокирует нашу пешку Е4 и обеспечивает себе комфортное развитие коня на Ф6. Но дело в том, что этот ход пешки на Е5 очень сильно ослабляет диагональ А2, Ж8. После постановки слона на С4 уже черный не имеет ресурса поставить пешку на Е6. Во-вторых, после хода пешки на Е5 ослабляется поле Д5. Это будет форпостом для нашего коня. Давайте посмотрим, как продвигаются дела дальше. Мы развиваем фигуру, атакуем пешку. Черный развивается, защищается. Мы развиваем слона на С4. И теперь уже мы потенциально угрожаем прыгнуть конем на Ж5 при поддержке слона на С1, атаковать пешку на Ф7. Поэтому, если черные будут просто развивать своего коня на Ф6, то последует, разумеется, ход конем на Ж5, как в итальянской партии в защите двух коней, атака жареной печенки. И здесь у черных единственный ресурс, как не проиграть партию сразу, это сыграть Д5. Это мы рассмотрим чуть-чуть позже. Я хочу показать вам одну любопытную миниатюру, которая последовала после хода ферзем на Е7. Таким образом, черный подстраивается под потенциальную вилку, и после взятия конем на Ф7 будет атакована только ладья. Но в этой позиции любопытно посмотреть взятие слоном. Это шах, король ушел. И посмотрите, как ферзь великолепно будет работать по вертикали Д. Коней 6 шаг, пешкой бить нельзя, она связана. Черным придется пожертвовать своего ферзя, что, разумеется, на руку белому, и они легко побеждают. Поэтому после хода конем на Ж5, черным стоит делать ход этой пешкой. Этот ход закрывает диагональ нашему слону. Но теперь мы просто забираем эту пешку своей пешкой, выигрываем очередной темп, что очень хорошо для нас в открытой позиции. Черный конь прыгнет куда-нибудь в центр. И здесь можно просто рокироваться в короткую сторону, можно развить слона с нападением. Если вы достаточно агрессивно настроены играть эту партию, то вы можете сыграть еще пешкой на Д6, возобновляя угрозу пешки на Ф7. Поэтому после хода слоном на С4, очень часто черный делает следующий ход, который мы всегда с вами рады видеть. Это ход слоном на Е7. И дело в том, что ход слоном на Е7, несмотря на то, что он развивает фигуру, контролирует поле Ж5, он блокирует эту клеточку для ферзя. И здесь мы ходим в ферзь Д5. Снова чувствуются приятные бонусы от отсутствия пешки на Д2 в столь ранней стадии дебюта. Мы атакуем пешку Ф7, и не совсем понятно, как черным эту пешку защищать. Если последует ход конем на А6, мы просто забираем этого коня, у нас будет лишняя фигура, или мы поставим мат на поле Ф7. Относительно лучшим решением со стороны черных будет ход пешкой на Д6, который освобождает поле для побега короля Е8, после чего мы берем пешку с шахом, ставим еще один шах, может быть еще один шах, разменяемся на всякий случай и заберем пешку Ж7. У белых удобная и комфортная игра, и, скорее всего, в ближайшее время мы уже сможем получить решающее материальное преимущество. И последний пример. В ответ на С4 также можно встретить ход пешкой на А6, что достаточно типично для любительского уровня. Да, этот ход контролирует поле Ж5 и оставляет возможность для черных сыграть ферзем на Е7 и защитить эту пешку. Поэтому ферзь Д5 здесь ходить не надо, он просто защитит эту пешку. И позиция, на самом деле, у белых все равно прекрасная, у вас перевес развития и активные фигуры, но тут лучше атаковать ферзем с поля Б3, так как вы чисто физически оставляете поле Д5 доступным для своей фигуры. И в ответ на ферзь Е7 вы запрыгиваете сюда конем, ферзь вернулся, сделали короткую рокировку, у вас гигантский перевес в развитии. И еще один дополнительный пример на тему, почему Е5 ходить плохо. Давайте быстренько посмотрим. Мы играем конем Ф3, атакуем пешку. И в этой игре черные решили сыграть пешкой на Д6, защитили свою пешку, используя принцип экономичности. Мы продолжаем развивать слона на С4. И в одной из партий скоростного забега с нами сыграли слоном на Е7. Вы можете найти эту партию на канале. Здесь появится ссылка на видео. Давайте рассмотрим другой ход. Это пешка на А6. Здесь черный снова контролирует поле Ж5. И здесь вместо ферзь Б3 и ферзь Д5 черных нокаутируют сразу два подряд потрясающих хода со стороны белых. Жертва слона с целью извлечь короля из домика. И снова мы прыгаем конем на Е5. Как видите, эта связка по вертикали Д очень часто белым приносят дивиденды. Брать пешкой коня нехорошо из-за потери ферзя. Если король вернется на базу, последует шах, закрылся, съел и последует мат. Если король пойдет на Е7, тогда последует шах конем отсюда. Еще один шах, еще один, и еще один, и еще один. Это, кстати, уже у нас двойной шах. Король пошел на Е5 и слон Д4. А если король отправится, предположим, на Е6, то есть мы в порядке ухудшения позиции короля рассматриваем сначала наиболее безопасный, теперь уже король пускается во все тяжкие. Мы выписываем ему шах, еще один, затем еще один, и ставим ему мат. А сейчас перейдем к более серьезным вариантам, где черные будут играть идейно интересно, идейно правильно, но все равно они могут попасть в трудную позицию. Итак, начинаем с хода к ходу конем на С6. Это действительно полезный развивающий ход. Черные развили фигуру, контролируют поле Е5 и потенциально планируют сыграть конем на Ф6, и пешкой мы атаковать не сможем. Поэтому мы обязательно развиваем коня на Ф3 и чисто теоретически возобновляем угрозу продвижения пешки вперед. Поэтому черные играют как бы пешкой на Д6, тем самым они контролируют поле Е5 и открывают диагональ для своего белопольного слона на всякий случай. Мы развиваем слона на С4. И по поводу идеи черных развить слона на Ж4, это неудачное решение, потому что слон на Ж4 незащищенный, и мы проводим уже известную тематическую комбинацию. Мы жертвуем слона на поле Ф7, король ушах. Теперь отпрыгиваем конем на Ж5, король снова под ударом, а это означает, что король должен отойти. Мы отыграли пожертвованный материал, и черные остались без рокировки. Поэтому вернемся к основной идее черных, это сыграть конем на Ф6. То есть когда черные идут в эту позицию, они предполагают, что прыжки конем на Ж5 не опасны ввиду хода Е6. Этот барьер нам, к сожалению, не пробить. То же самое последует в ответ на ход ФСБ3. У черных также есть ресурс с ходом пешки на Е6. И вот здесь, когда абсурд ломает логику, черные контролируют поле Е5 дважды, мы все равно играем Е5. И оказывается, что черным не рекомендуется забирать эту пешку ни конем, ни пешкой, и мы сейчас с вами с этим разберемся. Когда они берут конем эту пешку на Е5, они имеют в виду идею, что у них уже на две пешки больше, поэтому они хотят поменять как можно больше фигур. Но этот ход, по сути, уже проигрывает партию безвозвратно. Мы забираем этого коня на Е5, он берет пешкой, ферзь видит ферзя, король защищает. Эту идею мы с вами уже видели. Жертва слона, сцель отвлечь короля, и у вас уже лишний ферзь. Поэтому чаще всего в партиях вы будете видеть взятие именно пешкой, после чего черные говорят, у меня теперь на две пешки больше, я предлагаю размен ферзями, который для белых теоретически должен быть невыгодным, так как атакующая сторона должна стараться избегать размена ферзей. И снова мы с вами ломаем эту логику, идем на поводу у соперника, и оказывается, что если вы знаете, как вам действовать дальше, у черных уже большие проблемы. Взятие королем выглядит несколько искусственно, потому что зачем самостоятельно лишать себе права на рокировку? Вы можете забрать пешку сразу на Ф7, или же вы можете прыгнуть конем на Ж5 с целью объявить сопернику вилку. Поэтому самым популярным ответом считается взятие конем на Д8. И здесь, разумеется, вы можете взять эту пешку на Е5, у вас будет позиция с давлением на пешку Ф7, у вас много развитых фигур, и мне позиция, в принципе, нравится, но еще лучше, и, в принципе, этот ход ставит перед черным очень трудные задачи, это прыжок конем на Б5. Как видите, в отсутствии ферзей, поле Ц7 является очень-очень слабым, и черным крайне нелегко защитить это поле. Конь Д5 невозможно, слон забирает на Д5. Если черный играет конем Е6, защищает это поле, мы сначала размениваемся, ставим вилку, выигрываем ладью. Именно по этой причине самым популярным ходом здесь, согласно датабазе Лечеса, в это трудно поверить, это ход королем на Д7. Ход понять можно. Методом исключения черный подключает короля и защищает поле Ц7, но мы ставим ему шаг. Слон это поле блокирует, конь это, конь это, конь это. Единственный ход вернуться обратно, и около 20 тысяч партий завершили следующим симпатичным матом при помощи двух коней. Конечно же, черные не обязаны играть королем на Д7, и следующий ход черных, может быть, даже спасает. Это ход логина Б8, который крайне трудно найти за партией. И здесь я хочу немножко отвлечься. Эти варианты я знал еще, когда был юниором, и, насколько я помню, главным продолжением забелых считалось взятие конем пешки на Е5, возобновляя угрозу постановки мата на поле Ц7. Но в наши дни забелых нашли слегка экстравагантную идею, которая ставит снова несколько ловушек черным. Надо объявить сначала шаг королю, король выходит и вернуться обратно. Выглядит это несколько странно, но на самом деле это чисто игровой трюк, который позволит вам выиграть несколько партий, зачитав стихотворение. Дело в том, что черный здесь часто расслабляется и делает ход пешкой на А6, атакует этого коня. Но что же мы здесь делаем? Мы ставим ему шаг, снова все поля отступления заблокированы, единственный ход король Е8, и последует мат на Ц7. Если черный играет несколько умнее, играет конем на Ц6, то здесь используется такая интересная идея жертвы, Каспаров ее называл и ускорение в развитии. Мы играем с слоном на Ф4. Идея хода заключается в том, что мы хотим, чтобы черный просто взяли нашего слона. Теперь мы получаем возможность для длинной рокировки, ставим ему шаг. И снова присмотритесь, Ц7 хода нету, Е6 хода нету, и как бы надо вернуться обратно, последует снова мат. Поэтому черным здесь стоит попробовать отдать одну из фигур, это типа конь Д5, после чего, мне кажется, позиция просто очень комфортная для белых. Король черных должен отправиться в бега, и у белых великолепная позиция. По этой причине в ответ на ход конем на Б5 в черном лучше всего делать ход пешкой на Е6. До этой позиции, в принципе, мало кто доходит. После чего мы забираем эту пешку шахом, развиваем слона на Е3, планируем, в принципе, съесть эту пешку на А7. И если он снова играет слишком импульсивно, например, А6, мы ставим ему шах, единственный ход обратно, и мат. Возвращаясь в момент, когда мы с вами только сыграли пешкой на Е5, черным не стоит забирать эту пешку, им стоит обратиться к отступлению конем, например, на поле Ж4. Хочу отметить, что слон Ф7, король Ф7, конь Ж5 не работает, так как слон коня защищает. Но здесь мы с вами применим идеи, которую видели ранее. Это ход пешкой на Е6. Это позволяет перекрыть защиту от слона к коню после взятия пешки на Е6, мы запрыгиваем конем на Ж5, атакуем коня, атакуем пешку. Он коня убирает, вы забираете либо слоном на Е6, либо вы забираете конем на Е6, и у белых хорошая позиция. Продолжаем. В этот раз мы рассмотрим расстановку, когда черные решают проблемы, пытаются решить проблему, при помощи пьянкетирования своего слона ходом Ж7-Ж6. Это позволит черным несколько отложить развитие коня на Ж8, выставить слона на Ж7 на большую диагональ, и вроде бы выглядит достаточно идейно и логично. Мы играем с слоном на С4, он ставит слона на Ж7. Здесь снова ходы типа конем на Ж5 в принципе не работают. Черные, скорее всего, ответят даже конем на А6. Выглядит это несколько уродливо, но позволяет черным защитить пешку Е7 и сделать короткую рокировку следующим ходом. По той же причине фейс Б3, наверное, не так эффективно. Черные, как минимум, могут сыграть пешкой на Е6, и атака на Ф7 не сработает. Что нам тогда делать? Здесь, в принципе, без моей помощи вы не разберетесь. Вы должны здесь сделать ход пешкой на Е5. И обычно мы ставили пешку на Е5, когда атаковали коня на Ж8. Здесь мы ставим пешку на Е5 для того, чтобы не давать сопернику развитие коня на Ф6. В то же время мы с вами должны заметить, что пешка идет под бой и коню, и слону, но пешка на самом деле отравлена. Давайте разберемся почему. Если конь забирает эту пешку, мы забираем коня, он забирает слоном. Незащищенно слон на Е5, слабо защищенно пешка Е7. Появляется мотив для комбинации. Слон Ф7, король Ф7, ферзь Д5, шаг, мы ставим вилку. И на самом деле, черным лучше всего отказаться от поддержки своего слона ходом короля Ф6. Король отправляется путешествием, и, скорее всего, путешествие будет недолгим. Мы выписываем шаг конем, затем заманим его на Ж4, подключаем ладью в атаку, и если король захочет вернуться в свой домик, то у него ничего не выйдет, мы ставим ему мат. Если он отправится куда-нибудь, типа на H3, то мы забираем этого слона, и через пару ходов мы объявим мат черному королю. Поэтому после шага конем на Е4, пардон, после шага ферзьем на Д5, ему лучше всего отойти королем на Ж7. Но я также хочу отметить, что на любительском уровне черный чаще всего отвечает пешкой на Е6, и этот ход нехороший, так как сильно ослабляет комплекс черных полей. Мы отыгрываем пожертвованную фигуру, атакуем ладью, как только конь идет на Ф6. Здесь можно продолжать партию разными способами, от простой рокировки до связки, но самый сильный ход, на мой взгляд, является прыжок конем на Б5, потому что мы предотвращаем потенциальный ход Д6, мы хотим залезть конем на слабое поле Д6, после чего ферзьевый фланг черных парализован, шаг с А5 не опасен, вы всегда прикрываетесь слоном. Да, поэтому мы немножко покрутим назад и обсудим самый лучший ответ со стороны черных. Они здесь должны играть королем на Ж7, к этой позиции приходит не каждый игрок черных, вы забираете слона с шагом, он развивает коня на Ф6 и рокируетесь. Да, по-прежнему у черных лишняя пешка, но черные поля слабые, в ответ на ход Д6 мы с вами можем играть по-разному. Мы можем просто вернуться ферзем на Е2, выдвинуть ладью на Е1, поставить слона на Ж5, играть по центру. У черных две пешки в центре, но в принципе они слабые и мы можем на них нападать. В то же время мы можем попробовать следующую идею, поставить ферзя на Ж5 и, мягко говоря, вы типа угрожаете пойти ферзем на А6 при поддержке слона, если он играет А6, это несколько ослабляет его королевский фланг и мы играем ферзем на А4. И черные не могут вести ладью в бой и обезопасить своего короля, так как ладья вынуждена защищать пешку А6. Как только черные играют пешкой на Ж5, это слишком сильно ослабляет их королевский фланг. Оступаем ферзем на Ж3, далее развитие слона, ладьи, у вас очень хорошая позиция. Теперь мы с вами рассмотрим еще одну достаточно популярную и весьма крепкую расстановку со стороны черных. Я думаю, что если вы будете играть гамбитмора, вы будете видеть эту расстановку достаточно часто. Черный играет конем С6, вы развиваете коня и эту линию мы с вами совсем недавно изучали и вместо хода конем на Ф6, он умножил 4, если черные понимают, что у них будет проблема с пунктом Ф7, то они могут сыграть Е6. Эта структура называется шевенинген. Ход, конечно же, очень крепкий, хотя и блокирует развитие двум черным слонам, но черные планируют как-то крепко расставиться, рокироваться в короткую сторону и доказывают, что в середине партии у них лишняя пешка и это очень хорошо. В ответ на ход пешки Е6 мы, конечно же, рокируемся в короткую сторону, он развивает коня и здесь ни в коем случае не стоит играть пешкой на Е5, так как барьер пешки Ф7, Е6 не даст вам ударов сомбит Ф7 и поэтому скрывать вертикаль Д при противостоянии ферзей здесь белым невыгодно. Что мы с вами делаем? Обязательно нужно запомнить следующую перегруппировку. Ход ферзем на Е2, он развивает своего слона и ладью на Д1. Мы меняем ферзя с ладью местами и мы хотим ходить Е5 следующим ходом, поэтому если ваш соперник сломя голову просто рокируется, то здесь у него большие проблемы. вы играете пешкой на Е5. Он не может бить пешкой, потому что теряет ферзя, если он берет конем, то вы берете конем, он снова не может есть пешкой, потому что теряет ферзя, поэтому ему стоит отступить куда-нибудь конем и практически все игроки будут отступать конем на Е8. Тогда вы забираете эту пешку на Д6 и смотрите, как он отвечает на это взятие. Самым логичным ходом со стороны черных будет взятие именно конем, так как это улучшает позицию коню и это самый популярный ход в этой позиции и что самое хорошо для нас, это проигрывающий ход. Вы развиваете слона на Е4 и начинаете надавливать на связанную фигуру и ваш следующий ход будет либо конь Е4, либо конем на В5. Черные не могут избавиться от этой назойливой связки. Например, на ход ферзь Е8 вы просто эту фигуру выигрываете. Если он попробует ферзем пойти на С7, тогда он из связки от ладьи по вертикали Д попадает под связку от слона по диагонали H2, B8 и мы просто играем конем на Б5 и выиграете вы либо ферзя, либо легкую фигуру на Д6. По этой причине, возвращаясь на несколько ходов назад, на взятие на Д6 черные должны забирать именно слоном. И в этой позиции вместо развития слона на Ф4 вам стоит играть именно конем на Б5. Только теперь в этой редакции черным доступно поле на Е7, куда они чаще всего и ставят своего ферзя. И в этой позиции достаточно запомнить следующий так называемый стратегический прием исчезающий ход. Вы развиваете слона на Ж5, выманиваете его на ход Ф6, который в целом ослабляет диагональ А2, Ж8 и теперь возвращаете слона на Е3. Как только вы вернули слона на Е3, соперник может вздохнуть с облегчением, наконец-таки его очередь хода нападать на вашего коня. Вы размениваетесь и теперь снова начинаете ставить проблемы, связывая его своим чернопольным слоном и снова конь на Д6 обездвижен. Обе лохудобные и интересные игры. Поэтому после хода ладью на Д1 рокировку делать черным не рекомендуется. И давайте рассмотрим еще одну альтернативу. Это ход ферзем на С7, который в принципе не хороший, потому что вы прыгаете конем на Б5 и нападаете на ферзя и на пешку. Благо черные в принципе еще не проигрывают и не могут сыграть ФБ8. Тогда вы развиваете слона на Ф4, у вас уже третье нападение, он вынужден ходить как-нибудь типа Е5. Тогда вы ставите слона на Ж5, у вас слон давит на пешку Ф7, поле Д5 теперь ваше, вы давите на Д6. Ваша идея заключается в следующем. Как только черные делают ход А6 или короткую рокировку, вы забираете этого коня и черным придется выбирать. Либо они берут слоном на Ф6, вы забираете конем эту пешку, вы отыграли пожертвованную пешку, у вас все фигуры стоят активно, позиция прекрасная. Поэтому если они жадничают, тогда они берут пешкой Ж7 на Ф6, но посмотрите на эту уродливую пешечную структуру, у вас давление на пешку Д6, вы можете пробовать комбинировать с атакой на пешку Д6 и перегруппировкой ферзя на королевский фланг путем ферзь Д2. У вас есть идея конь Х4, потом ферзь Х5, попробовать коня на Ф5 поставить или поднять ладью по третьей горизонтали. К слову, я просто хочу сказать, что это решение также неудачное для черных. Им стоит попробовать после ладья Д1 обязательно ход Е5. И здесь мы с вами замечаем, что диагональ дислона открылась, но этим воспользоваться мы с вами не успеваем. Как только мы пойдем конем на Ж5, последует короткая рокировка и черный успевает рокироваться и ладью защитить пункт Ф7. И в этом положении у белых есть несколько альтернативных возможностей и я хочу показать все вам, чтобы каждый из вас мог выбрать то, что ему нравится. В первую очередь можно обратить внимание на то, что этим ходом черный открывает диагональ белопольным и слону, поэтому часть игроков играет H3, забирает это поле после рокировки развивает слона на Е3, чтобы на всякий случай контролировать поле Д4, черный развивает слона на Е6, слон ДА на Ц1. Эта позиция в принципе сбалансированная, у черных на пешку больше, отсталой и в принципе никогда в жизни в Д5 уже не пойдет. У белых развиты все фигуры, вы дальше можете пробовать захватывать пространство на ферзевом фланге А3, Б4, вы можете пробовать ставить коня на форпост на поле Д5, или же пробовать атаковать слона Е6 прыжком конем на Ж5. И я хочу обсудить другую альтернативную возможность, это сыграть слоном на Е3 сразу и после рокировки сыграть Владимир А на С1. То есть в этой линии мы даем черным возможность развить слона на Ж4, но оказывается, что в принципе для нас это не опасно. Мы играем H3, он отошел, мы играем Ж4, он слон Ж6. Выглядит это слегка опасно, но на самом деле так ходить можно, и я советую эту линию продвинутым игрокам, и здесь хороший ход за белых конем на H4. Вы идейно хотите поставить коня на форпост на F5, когда он заберет ваш слоном, вы заберете пешкой в ответ, затем убираете короля в сторону и пытаетесь сработать по вертикали Ж. И самое интересное, что ученых не срабатывают тактические удары по типу, если они играют слоном на Е4, выигрывая вашу пешку, то вы отвечаете Ж5, за счет нападения коня F6 вы выиграете или слона Е4, или коня F6. Если они попробуют это сделать по-другому, например, конем на Е4, имея в виду то, что на взятие конем и не забирает слоном, то вы сначала забираете его защитника на Ж6, если он берет ваш с пешкой, то вы выигрываете коня, поэтому он пытается искать счастье промежутка ходом конем на С3, но вы берете свой промежуток конь Е7 шахом, после взятия в ответ вы остаетесь с лишней фигурой два слона против коня и позиция у вас превосходная. И в то же время полезно отметить следующую интересную альтернативу, мы можем сыграть в духе Гамбита Эванса, двинуть пешку с Б2 на Б4, идея заключается в том, что мы хотим отвлечь коня С6 защиты пешки на Е5, после коня Б4 вы забираете пешку Е5, пешка бить вас не может, так как вы забираете ферзя, пешка и всем защищена и у белых интересная игра. Далее можно попробовать сыграть слоном на А3, сдвоить батареи по линию Д и продавливать пешку Д6. Теперь приступ к рассмотру линий, когда черные в целом отказываются от постановки пешки на Д6 и будут стараться блокировать развитие нашего слона С4 ходом Е6. Итак, конь С6 в принципе делается практически всегда и после коня Ф3 черный играет Е6. Этот ход позволяет навсегда черных избавить от головной боли по поводу атаки по пункту Ф7. Мы с вами все равно развиваем слона на С4 и тут черный решает проблему развития следующим образом. Они развивают слона на Б4, далее планируют либо съесть нашего коня, либо просто развить коня на Е7. Почему не развивает коня на Ф6? Потому что мы всегда будем атаковать их пешкой. После слона Б4 мы с вами рокируемся и здесь развилка. Давайте рассмотрим сначала самое такое простое и идейное это взятие нашего коня это упрощает позицию и вроде бы как портит нам пешную структуру на ферзевом фланге но не все так просто. Взамен мы с вами получаем мини-диагональ для слона и после хода конем на Е7 мы используем блокаду центра ходом ферзем на Д6 теперь пешка с Д7 вообще никуда не сдвинется с места после рокировки перестраиваем слона на диагональ А3 Ф8 связки с ферзем это выглядит опасно поэтому практически всегда черный убирает ладью на Е8 и здесь мы можем действовать по-разному мы можем просто поставить одну ладью на вертикаль Д тем самым строя еще одну подарить другую ладью на вертикаль Б и у нас очень хорошая компенсация за пешку и в то же время мы с вами можем играть более прямолинейно поставить конем на Д4 делаем мы это для того чтобы после разменов сыграть пешкой с Ф2 на Ф4 затем на Ф5 попробовать отрасширить диагональ чтобы слон С4 снова заработал поэтому знающие игроки стараются не спешить с разменом и делают после рокировки ход конем на Е7 и в этой позиции если вы вспомните структуру Шевененгена с пешкой Д6 Е6 мы с вами старались играть Ферзь Е2 и ладью на Д1 но тут мы с вами должны немножко поменять наши планы и поставить Ферзя на С2 делается это для того чтобы опять-таки освободить клеточку для ладьи и на всякий случай поддержать коня на С3 и после примерного 2-0 ладью на Д1 когда черные видят такую ладью им крайне проблематично проводить удар по центру ходом Д5 делают ход А6 мы можем тут же заблокировать им эту идею ходом А4 но мне больше нравится следующая идея это сыграть А3 мы атакуем слона на Б4 он отступает слоном на А5 тогда мы атакуем слона он вернулся и слон Б2 устанавливаем слона на диагональ А1 А8 и как только наш конь куда-нибудь отпрыгнет мы будем атаковать пешку Ж7 если ваш соперник забирает коня на С3 вы забираете именно Ферзем он атакует вступили сразу видно выгода от постановки пешки на А3 слон на А2 также продолжает контролировать поле Д5 и всю диагональ в целом и после слона Б7 ставим пешку на Б4 с идеями развить слона на Б2 и ставить мат на поле Ж7 если вдруг соперник вам этот мат не зевает у вас есть идея ладья Д2 и ладья на Д1 внимание сибирская ловушка если вы хотите играть гамбит море белыми вы просто обязаны об этом знать иначе вы как и большинство игроков сможете получить быстрый мат итак что такое сибирская ловушка это когда черный играет конем С6 затем ставит пешку на Е6 и здесь вместо разобранного выше слоном на Б4 хода они играют ФС7 что ж это весьма умное решение потому что это позволяет черным контролировать поле Е5 уже дважды после чего мы делаем короткую рокировку и они развивают конем на Ф6 и если мы по аналогии с шабиногенским вариантом будем играть ферзем на Е2 что делает большинство игроков то черный здесь нарушает дебютный принцип делать сильнейший ход в позиции ход конем на Ж4 когда мы увидим такого коня мы захотим спросить что ты здесь забыл играем Х3 после чего получаем конь Д4 этот ход конем атакует и ферзя и коня мы забираем коня и получаем мат поэтому чтобы вы не попали в эту ловушку после хода конем на Ф6 не нужно играть ферзь Е2 вы просто играете конем на Б5 и подчеркиваете уязвимое положение ферзя на С7 он отступает ферзем на Б8 так как он планирует все-таки реализовать свою идею после чего вы играете пешкой на Е5 вы имеете преимущество в развитии поэтому вы не заботитесь о таких мелочах как жертва пешки в случае если соперник принимает вашу пешку вы делаете темповой ход ладью на Е1 черный ферзь не может отступить куда он захочет потому что он должен контролировать поле С7 если он вернется туда откуда пришел то вы здесь должны знать мощный ход ферзь Д4 делается это для того чтобы централизовать ферзя с последующим развить слона на Ф4 атаковать ферзя Б8 и в конце концов запрыгнуть конем на С7 поэтому на ладе Е1 чуть-чуть умнее играть ферзем на С5 и здесь вы должны знать ход слоном на Ф1 и тогда у вас все будет работать слон отступает несколько назад но идея заключается в том что если черный просто будет атаковать вашего коня ходом А6 вы с темпом развиваете слона с темпом развиваете ладью и в конце концов вы поставите вилку конем на С7 по этой причине после хода пешки на Е5 черным не рекомендуется забирать вашу пешку и делать компьютерный ход самый лучший с точки зрения компьютера ход конем на Ж4 тогда на нашу пешку уже нападает несколько раз мы должны обязательно развить слона на Ф4 после чего черный пытается тут же прогнать вашего коня ходом А6 мы запрыгиваем конем на флопо с шахом он забирает вы забираете и в принципе позиция успокаивается после рокировки атакуем коня централизуем своего коня на Е5 позиция белых мне нравится больше компьютер ее оценивает как равную я все таки считаю что пешка на Д6 действительно сила мы поддерживаем ее ферзем после взятия взятия в ответ у коня будут проблемы а черным еще понадобится сделать несколько ходов для того чтобы развить свой ферзевый фланг сейчас мы с вами перейдем к изучению так называемых профессиональных линий то есть те линии которые встречаются на клубном уровне и на турнирном уровне на простом любительском уровне я таких вариантов честно говоря не встречал давайте присмотримся к следующему порядку ходов черных они играют Е6 тем самым блокируют нам заранее диагональ для слона мы развиваем коня он ходит А6 и теперь играет Б5 сейчас у нас нету комбинации сломбитый с последующим ферзь Д5 так как пешка Е6 блокирует нам диагональ для слона ничего страшного мы отступаем слоном на Б3 он развивает слона Б7 и берет под прицел пешку Е4 мы с вами заботимся о быстром развитии прячем короля в короткую рокировку и вдруг если черный играет пешкой на Б4 вы обязаны знать здесь следующий ход это ход конем на Д5 один из тематических ходов гамбите мора когда вы опережаете в развитии соперника вы не проще пожертвовать легкую фигуру для того чтобы получить открытую вертикаль Е если после того как ваш соперник принимает вашу жертву он будет играть совсем просто типа разовью коня потом слона сделаю рокировку то ничего подобного они просто этого не успеют сделать так как уже ладья связана мы давим на связанную фигуру после рокировки конечно же вы берете пешкой ладья поддерживает и у нас уже будет лишняя ладья если они играют несколько умнее например играет слоном на Д6 сначала для того чтобы на шах прикрыться конем и кажется что все сейчас черный рокируется у них лишняя фигура и все прекрасно но нет мы прыгаем конем на Ж5 он рокируется и ферзь Х5 теперь мы с вами угрожаем матом в один ход единственная защита это игра пешкой на А6 и мы возвращаемся конем в центр на Е4 и начинаем атаковать слона как только он его защищает ходом ферзем на С7 как видите положение пешки на А6 не факт что хорошо для черных мы наносим удар жертвами слона после чего просто забираем ферзем и черным крайне тяжело защититься от угрозы мата на Ф6 если они попробуют ход типа слон Е5 у нас есть ход Д6 это первая идея мы также можем играть конем на Ж5 с угрозой поставить мат на А7 на худой конец мы можем играть ладья Е3 ладья А3 позиция черных безнадежная и в то же время я хочу вам показать одну миниатюру которая была сыграна в классические шахматы на турнирном уровне и белыми играет самый главный специалист Гамбита Мора мне кажется он играет этот дебют на профессиональном уровне всю свою шахматную жизнь он написал книжку называется My Ham in the Mora и все кто хотят очень хорошо разбираться в этом дебюте я настоятельно рекомендую прочитать эту книгу там даются действительно актуальные линии и все очень подробно и в этой партии белыми играет Марк и Сарман белыми против Саркара Джастина Miami Open 2008 год черные сыграли Д6 это выглядит очень умно потому что этот ход блокирует нашу пешку и вроде бы как черные довольны своим положением вещей и здесь Марк играет ферзем на Д4 этот ход делается для централизации контроля диагонали и давления на пешку Ж7 черные развили своего коня на Ф6 Марк забирает пешку Б4 атакует слона на Б7 черные играют ферзем на Ц7 последовало просто пока что развитие слона на Ф4 потенциально белые имеют ввиду идея ладьей на Ц1 или ладьей на Д1 конь Б на Д7 шах и выясняется что нельзя делать хоть слон Е7 и за слон БД6 и мне кажется это полный разгром поэтому черные приняли решение отойти королем на Д8 белые играют владею Ц1 ферзь Б6 и казалось бы все сейчас последует размен ферзями ну да конечно последует конь Ж5 и непонятно как защищаться от кони Ф7 на ферзь Б4 просто мат две ладьи захватили две вертикали если конь Е5 тогда мы забираем ферзя шахом защиты просто нету следующая линия привлекла мое внимание своим экстравагантным маневром ладьей давайте посмотрим черный играет Е6 потом А6 все как же в предыдущей линии только черный здесь просто ставит пешку на Д6 мы ракируемся и во многих вариантах если вы вспомните белый здесь старается играть ферзь Е2 ладья Д1 поддавливать на связку и черный придумали маневр ладья А7 и слон Е3 ладья Д7 выглядит это круто и действительно белому здесь не стоит пытаться как-то открывать центр ходом Е5 самое простое что мы можем здесь сделать это поставить коня в центр на поле Д4 можно потом двинуть ладью на С1 или использовать таран пешкой Ф2 на Ф4 затем Ф5 расширять диагональ своему слону черный играет пешкой на Е6 и затем вместо развития слона на Б4 или там А6 с сибирской ловушкой они пробуют решить дебютную проблему следующим образом они развивают коня на Е7 и идейно хотят развить коня на Ж6 тем самым игнорируя потенциальные движения пешки на Е5 затем уже слона ставить на Е7 или на Б4 по ситуации и делать короткую рокировку в ответ на этот вариант если вдруг он у вас встретится я рекомендую сделать следующий ход это развитие слона на Ж5 вы подвязываете коня с ферзем пока что не даете ему возможность сыграть конем на Ж6 в ответ на ход Ф6 конечно хочется поставить мини ловушки сыграть конем на Б5 и на взятие поставить симпатичный мат но к сожалению черные легко обнаружат эту угрозу сыграть конем на Ж6 слон приоткрывается у нас чернопольный слон под ударом поэтому этот ход делать не рекомендуется вместо этого отступаем слоном на Е3 он продолжает свой план и здесь мы будем играть по черным полям поле Д6 слабое мы запрыгиваем лошадкой на Б5 затем делаем любой полезный ход и как только соперник атакует вашего коня ставите коня на Д6 в случае взятия слоном вашего коня забираем ферзем планируем поставить ладью на Д1 у вас доминирующее положение в центре давайте подведем итоги гамбит мора является потрясающим дебютным оружием для тех шахматистов для тех любителей шахмат которые любят играть активную инициативную борьбу которые любят опережать соперника в развитии фигур не бояться жертвовать материал и сокрушать своего соперника эффективными и красивыми атаками если вы хотите чуть глубже познакомиться с темой данного дебюта то я рекомендую к прочтению потрясающую книгу Марка Эсер Мана Майхем Инземора лучшей книги по данному дебюту пока что я не встречал также этот парень активно стримит на Твиче и у него есть свой аккаунт на Личейси в дополнение хочу сказать что создается отдельный плейлист по теме данного дебюта на моем канале обязательно затем заглядывайте вы увидите примеры на практике а в следующем видео мы разберем с вами линии а в следующем видео мы разберем с вами видео когда черт а в следующем видео мы с вами разберем линии когда черные отказываются принимать наш гамбит с вами был Международный Мастер Шамиль Расланов до скорой встречи пока Пока.